Здравствуйте, уважаемые коллеги. Благодарю за приглашение на конференцию. Тема моя звучит следующим образом. Искусство севера России и севера Европы в 2000-х, 2020-х годах. Компаративная перспектива. Тема задана достаточно широко, но в своем кратком докладе я попытаюсь сконцентрироваться на некоторых примерах и на каких-то сравнительных линиях между несколькими кейсами на севере Европы и на севере России. Я искусствовед, историк искусства, родом из Архангельска. Мое образование из университета Осло, университета Тромсю, а также Поморского педагогического университета. И в своей работе я использую опыт и знания, полученные из обеих контекстов. Несмотря на то, что на юге Норвегии, в Осло до сих пор недостаточно изучена северная перспектива. И разрыв между севером и югом, он остается. Хотя произошли существенные изменения за последние несколько лет, о чем я расскажу. Мой доклад основан на работе в Баренцевом регионе в течение последних 12 лет. Баренцев регион состоит из трех северных регионов Норвегии. Нурлан, Трумс и Финмарк. Трумс и Финмарк сейчас объединились. Раньше это были два отдельных области. Северные регионы Швеции и Финляндии, а также четыре региона России. Это Мурманская область, Республика Карелия, Архангельская область и Республика Константин. А также Ненецкий автономный округ. До 2022 года этот регион успешно функционировал на разных уровнях, в том числе на государственном уровне, на университетском уровне. И 30 лет, он был образован в начале 90-х годов. За время функционирования региона произошло много разных обменов. В основном с фокусом на резко-российские обмены в сфере образования, в сфере культуры, в сфере спорта, рыболовства, экономики и так далее. Но я буду рассказывать о культуре, потому что те знания, которые были получены, опыт, они связаны именно с этими обменами. И мне кажется, было бы интересно проследить какие-то линии, по которым можно сравнивать с элементами художественной практики и то, каким образом художники работают с памятью и со своей собственной идентичностью. На севере, несмотря на то, что художники, представители малых народов проживают во всех четырех государствах Баренцева региона, в последнее время, в последние 5-7 лет становятся более и более актуальными художественные практики саамских художников и художниц старшего поколения с севера Швеции и Норегии и Финляндии. Россия гораздо меньше представлена, я расскажу немного позже об этом и попытаюсь сделать какие-то предварительные, может быть, выводы, почему. Ну, начну с каких-то конкретных примеров, кейсов из истории, новейшей истории саамского искусства. Саам – это народ, малый народ, который проживает в четырех регионах, во всех областях Баренцева региона. Больше всего представители находятся на севере Норвегии, также есть на севере Швеции. В 60-е, в 70-е годы произошли большие изменения, в частности, несколько художников, 8 художников учились в университетах в столице, и затем они вернулись к Сибири на север. Одна из них была Брита Маракатлаба, художница, которая в следующем году, у нее будет большая выставка в Национальном музее в Норвегии, в Осло. Это сольная выставка, это, конечно, большое событие для вообще саамских художников и для самой художницы, которая уже находится в возрасте. Но этот интерес к представителям малых народов, он не так давно появился, и он связан, конечно, с текущими вызовами, экология, изменение климата и попытка узнать другие способы видения мира, которые можно изучить через работу с художником малых народов. Брита Маракатлаба известна работой по текстилю, она не делает никаких эскизов, она прямо занимается вышивкой на холсте. История – это ее крупное полотно, над которым она работала в 2003-2007 годах. Работа находится в университете Тромсо, но в последние годы она была постоянно… Постоянно отдавали какие-то музеи на Венецианскую Бейнале, на документу, это тоже крупное событие в современном искусстве. И вот в следующем году мы говорим о ее выставке в Национальном музее Восла, самом крупном музее в Скандинавии. В ее работах она филигранно занимается вот этим филигранным исследованием, практически графическим, тонким исследованием своей собственной культуры, при этом рассказывая ее версию истории. Потому что чаще всего история, крупная история, какие-то исторические линии, исторические нарративы. Говорим ли мы, например, в истории искусства, нередко есть какие-то генеральные линии, основные линии. То есть это англо-американское искусство, французское искусство, итальянское искусство, в основном европейское. И очень многие истории, они остаются за пределами этих нарративов, несмотря на то, что, разумеется, культура, искусство, эстетика, они есть по всему миру. Ну и Брита, она училась в Академии. Вернувшись на родину, в свою маленькую, небольшое сарамское поселение на севере Швеции, она стала заниматься рассказыванием своих собственных историй. Вместо того, чтобы рассказывать, создавать какую-то оформительскую, оформительские работы, несмотря на то, что у нее были такие знания, знания о вышивке, знания о работе с, ну, о традиционных различных видах промыслов, она предпочла использовать свою иглу, свое умение работать с северами для создания истории. Ну, здесь как небольшой отрывок из этого полотна, мы видим как раз один из таких небольших отрезков нарративов. Можно посмотреть это в интернете, есть видеоролик, где можно просмотреть все это полотно, и там на заднем плане идет такое исполнение Йойко. Йойко – это вокальная традиция, вокально-духовная традиция самых идей, которые комментируют вот эту работу. Опять же, обращу внимание, что это вышивка, что она показывает свою собственную жизнь, ее сын занимается оленями, да, то есть олени – это не просто какая-то экономическая история, речь идет о том, чтобы сохранить свой образ жизни, и для многих, сам в Скандинавии, ну, и в России, я думаю, это является важным продолжать, несмотря на то, что уже многие живут в современных домах и так далее, но здесь речь идет еще о взаимных отношениях между природой и человеком, между человеком и животными, о традиционном образе жизни и так далее. В этой работе она также говорит о сложных моментах в истории самского общества, о том, что их территории подвергались различным атакам, что ли, да, то есть от определенных сил, чаще всего там, в каких-то ресурсах, крупных ресурсах, вот, и, опять же, это она передает свои вышивки без каких-то эскизов, но с вот этой филигранной пешиционистской своей иглой, да, получается. Абрита Маракатлава принадлежала группе МАСИ, группа названа в честь деревни в Норвегии, где они обосновались, все участники уже в возрасте, но шесть из восьми они до сих пор живы, и их работы были новаторскими для 70-х, для 80-х годов, то есть когда они были молоды, когда они только вышли из художественных вузов. Саамские художники практиковали доджи, доджи это, ну, то, что в российском искусственном вокабуляре называется ДПИ, декоративно-прикладное искусство, но доджи они более широко рассматривают, как и духовная практика, практика связи с другими, со своим поколением, со своими предками и так далее, вот, ну, до того, как появилась эта группа, которая получила образование в арт-академиях, на саамских художников смотрели немного свысока, то есть, что занимаются они там хобби, традиционным своим творчеством, прикладники, вот, но художники, получившие образование западноевропейской традиции, одновременно они были тоже доджи, то есть, практиками этого доджи, ДПИ самского, и объединившись, они стали требовать, что ли, чтобы к ним относились серьезно, как именно к самским художникам, со своим собственным голосом, не обесценивая их искусство, как часто это происходит, да, то есть, какие-то есть иерархии в истории искусства, где там живопись, графика, скульптура, они находятся на одном уровне, прикладные работы, они находятся на другом уровне, особенно, если мы говорим о текстиле, о текстильном искусстве, которым часто занимаются женщины. Вот, и 70-е, 80-е годы были очень сильные стереотипы о самах, и вот эта группа, которая сейчас, конечно, уже вошла прочно в историю искусства, в том числе и на международном уровне, на самых крупных площадках, в Венеции, на документе, в крупных музеях в Скандинавии. В 70-е, 80-е они путешествовали, были такие, как передвижники. В России они путешествовали с работами со своими на микроавтобусе и устраивали выставки в Финдмарке, это север Норвегия. Но, несмотря на это, до последнего времени, до 2000-х, 2010-х годов, они, кстати, оставались достаточно неизвестными в столице. Другая художница, которая тоже принадлежит к самым, это Ингер Брикс-Кламен, с которой я работала в компании художников и кураторов в Пикино-Бруэн, девушки на мосту в Киркенессе. Ингер сделал проект в Нинском автономном округе под названием «Архивы Тундры». Это один из ее проектов, где она занимается исследованиями своей собственной истории, своей собственной культуры, но здесь она говорит о малом народе, соседней страны. Ее интересует тема памяти, потому что как сам, как самка, как женщина, которая родилась и выросла в Киркенессе, в городе, который был во многом снесен во время, ну, разбомблен во время Второй мировой войны и в котором очень мало осталось вообще зданий до 1940-х годов, она работает с темой памяти, с темой архивов. Вот здесь она сделала прикладные такие работы, ну, концептуального плана, где она занимается плетением серебряных нитей и вплетает туда различные архивные материалы из тундры. Выставка была показана в гостином дворе в Архангельске в 2015 году, затем она была показана во многих других локациях, но это и работа здесь серебра, это фотографии, которые она делала в Невском автономном округе, фотографии различных объектов и людей, жителей этого округа. Самское искусство, оно стало очень популярным в последнее время, было показано на крупных выставках в Европе, но это, конечно, произошло не вчера. Работа со своей историей, с северной историей, с северным исследием ведется уже давно. Художник Гуттерн Гуттерн Скоррс создал работу «Лабиринт» из натурального камня. Это работа сотрудничества художника и ландшафтного архитектора Биарна Осна. И за точку отчета была принята самская культура лабиринтов, которая, мы все знаем, есть и на Соловках. И эта работа находится в университете Тромсю, в самом центре университета Тромсю. Да, опять же, если мы смотрим как-то исторически, то в стамском искусстве в Скандинавии был такой важный персонаж, который недавно был включен во все основные коллекции, в том числе в Национальном музее Джон Савио. Джон Савио родился в Финнмарке на севере Норвегии. Он прожил недолгую жизнь, к сожалению, ушел рано из жизни. И в основном он занимался ризбопом. Савио занимался гравюрой гравюрой по дереву. Вот эта работа называется Один. Опять же, использует образы, которые он видел вокруг себя. Это Финнмарк, это самый север, это заполярье. И он собственно через вот эту гравюру он стал очень известным. Опять же, если мы смотрим с каких-то искусствоведческих позиций, то вот этот огромный успех самских художников сегодня в Скандинавии и за рубежом он откуда-то все-таки растет. есть примеры из прошлого. В 2022 году впервые в истории Северный павильон, Скандинавский павильон на Венецианской биеннале превратился в Савмский павильон. Это произошло по инициативе куратора Кати Гарси Антон, которая стала руководить офисом современного искусства Норвегии и которая совместно со своими коллегами в Швеции и Финляндии пригласила Андерса Суну, Маритана Сара и Паулину Федоров. Паулина Федоров у нее есть корни на Кольском полуострове. Ее отец он переехал в Финляндию в 30-е годы и все художники они работают с темой экологии, с темой сохранения свое собственное наследие, своей собственной истории, взаимосвязи с природой. И это было, конечно, большое событие для Скандинавии. к сожалению, в этом году российский павильон был закрыт. И не то, что скандинавских, не то, что самских не было художников, не было вообще никаких художников, к сожалению. Но вот здесь на фотографии мы видим, что стоит Андерс Суна на заднем плане, Катя Гарси Антон справа и королева Норвегии, которая является патроном искусства. И это было большое событие для самского искусства. Сзади на фоне находится работа Андерса Суна, это шведский художник с севера Швеции, город Йок-Мок, недалеко от Кируна, и он известен как граффити-художник, стрит-арт-художник. Здесь же у него собран огромный архив того, как его семья в нескольких поколениях находится в таких судебных разбирательствах по поводу прав на природу, на территории, на которых проживало несколько поколений их семьи, и одновременно он сделал крупные работы, которые комментируют этот архив. Здесь опять же мы видим работу, которая состоит из нескольких слоев, это и архивы, которые становятся очень важными, то есть архивация, документация и живопись. если мы посмотрим на Россию, то, что происходит в России, то одно из последних проектов на севере, это был Коми Биеналин, который я думаю, что в течение короткого доклада у меня не будет очень много возможностей какого-то полноценного анализа сравнительного, но разница с тем, о чем я сейчас рассказывала, очевидно, на Коми Биеналин, во-первых, ее куратором был Кьер Бароше, это коллекционер француз, который привез в Сактывкар большое количество художников из столицы, то есть они оставались там некоторое время, но тем не менее местные голоса, они, конечно, были недостаточно видны, здесь тоже, опять же, можно говорить об инфраструктуре, почему мы не знаем так много крупных художников из Коми, где они, да, то есть за точку отчета концепции Коми Биеналин была именно история путешествия Василия Кандинского, которая оказала влияние на его творчество, вот, то есть есть какие-то обычаи, есть жизнь кочевников, археологические находки, фольклор, природа, истории ГУЛАГа и так далее, ну, основной вопрос, который возникает, да, это участие местного знания, или то, что по Донна Харвелла исследовательниц называют situated knowledge, расположенное знание, знание, которое растет из контекста, локальное знание, но, несмотря на это, некоторые художники, они имели непосредственную связь с этим регионом, в частности, Устина Яковлева, здесь работы, которые не были показаны на Биенале, но сама Устина, у нее мама из Коми, и будучи куратором и работая в Архангельске в 2015-2022 годах, я пригласила ее на резиденцию, и мы сотрудничали в том числе с Анной из Лодка, в Чакале и в Неноксе для производства вот этих работ. Устина тоже работает с текстилем, с фотопечатью, и она пытается отыскать свои собственные корни, связанные с Севером, потому что она родилась и выросла в Москве, но вот этот интерес к своим собственным корням он сейчас становится очень сильным. Ульяна Подкорытова, это художница, которая родилась в Москве, но она имеет корни на Севере, то есть вот эта связь с Севером, она все равно тоже важна, у нее отец из Севера, она сняла работу тамотка на Севере России, при этом она очень много работала с северным наследием, с северным контекстом, посещала фабрику Беломорские узоры, в том числе, которую мы сейчас видим, в рамках своей резиденции, и совместно с Анна, лодка для выставки для артического форума искусств 2020 года, она создала вот эту работу, которая была показана впервые, она должна была показана в Венеции, но, к сожалению, опять же, в 2022 году ничего не произошло, никакого показа, было все обменено, но мы показали эту работу в Буден, на Бьеннале в Буден, на Севере Норвегии, опять же, где она была показана с большим успехом. Другие художники, которые работают с темой корней, с темой идентичности, возвращения, это Владимир Чернышев, несмотря на то, что он родился в Нижегородской области, но он приезжал на резиденцию в Архангельскую область, и он занимался, опять же, историей, соединением своих собственных корней, потому что, да, вот эта архитектура, ну, во многом исчезнувшая культура, она связана с его идентичностью, здесь мы говорим не о не о малом народе, если мы говорим вообще о, даже о русской истории, да, которая во многом также была исчезна, в частности, культуре деревенской, да. Если же мы говорим о саамах, да, потому что началась тема саамов, то, конечно, тема остается открытой, потому что, если мы говорим о территории, если мы говорим о тех вопросах, которые можно изучать через видение малых народов, особенно их видение природы, взаимосвязи, взаимосвязи всего совсем, как бы, да, то есть они не думают о бинарных оппозициях, они больше думают о какой-то целостности. Мы задаемся вопросом о том, где же саамские вот эти художники, да, потому что вот эта фотография, она из проекта Шведского музея Констанции в Кировне, где я участвовала в панельной дискуссии, была модератором, художником, художницей Руф Макленнон и Пола Радер, которые снимали фильмы, видеофильмы на Кольском полуострове, которые были посвящены в том числе и саамской культуре, и поморской культуре, вот, но обе художницы, они не принадлежат малым народам, к сожалению, вот, но тем не менее, хотя бы через их видение мы можем познакомиться с вот этими территориями, с теми вопросами, которые задаются сегодня. Запись этой дискуссии на английском языке, она есть на сайте «Консумсвейнуль», я могу присылать, если есть интерес. Конечно, огромные, огромные возможности для исследователя, очень много незатронутых тем, неизвестных белых пятен, если мы говорим особенно о том, каким образом современные художники работают с собственным наследием, с собственной культурой и пытаются ее ревитализировать через искусство, через работу с архивами, через интервью со старожилами и так далее. И вот это воспроизводство традиций внимательного отношения к природе, к собственному наследию, оно остается очень важным и хотелось бы надеяться, что будут возможности для дальнейшей работы с этим. Я хочу услугарить за внимание, большое спасибо. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, отправляйте на мейл, либо можно задавать напрямую у Яни. Большое спасибо и до свидания.